Не обязательно ехать куда-то далеко, отлично отдохнуть и получить массу впечатлений можно буквально в часе езды от Екатеринбурга. Не веришь? Спроси у нашего эксперта, путешественника, менеджера турфирмы Дмитрия Денгольца. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо за приглашение. Ну, вот кого точно хочется слушать и не прерывать, так это Дмитрий Денгольц, потому что он знает о путешествиях практически всё. Однако даже для меня последнее путешествие, которое было в это воскресенье, покорило меня, потому что я мечтал прокатиться на настоящем паровозе. Это та мечта, которая появилась, когда я три года назад увидел, что в России есть такие возможности, а они существуют, например, в Карелии есть Рускеала парк, возможно, многие про него слышали. Это одно из самых популярных мест путешествий из Петербурга, и там как раз ходит паровоз, который идёт... Я там был. Да, и потрясающе же, да? Просто невероятный. И вот целый час вы едете с города Сартовала до парка, и это путешествие просто мечты вдохновляет, воодушевляет. И, к счастью, у нас в Екатеринбурге появилась похожая возможность. Большое спасибо российским железным дорогам и нашему подразделению уральскому, потому что паровоз – это то чувство, которое тебя возвращает в сказку. В книжке, которую мы читали с вами, и вот я прыгал, бегал, галдел вокруг этого паровоза, и путешествие, которое нужно планировать заранее, потому что, например, в эти выходные вряд ли вы уже найдёте свободные места, потому что вот есть телеграм-канал, называется «Уральский экспресс», который вот как раз с этим проектом связан. И там за месяц они выпускают информацию, что начинается продажа, например, на март, и вы выбираете свою дату, и стоимость такого путешествия начинается от 990 рублей. Недорого. И у вас начинается день в нашем вокзале, вы садитесь в своё купе, потому что если у вас, например, 6 человек, вы можете забронировать полностью купе. А есть ли видео? Может быть, кусочек посмотреть? Давайте посмотрим. Да, давайте. Начнём с Екатеринбургского вокзала. Дорогие друзья, сегодня мы отправляемся в путешествие с первой платформы, поезд 925. Сейчас пойдём, посмотрим на наш поезд, где уже идёт посадка. Посмотрим, друзья. Сейчас я покажу вам, как выглядит билет. Здесь нам дают настоящую каюту. Посмотрите, вот здесь наше место. Здесь у нас с вами литература, пресса и отличный вид на зимний город. Дорогие друзья, мы находимся в поезде, который отправляется из Екатеринбурга в Верхний Пошму. Сейчас подъезжает станция Шувакиш. Станция Шувакиш – это станция, которую мы специально восстановили, чтобы мы почувствовали атмосферу железнодорожной станции 19-го века. Сейчас маленькая остановка, потом нам в состав подсоединяется настоящий паровоз и 15 минут идёт нас до Верхний Пошмей в музей. Друзья, вот можно даже не заходить в музей, гулять около него и восхищаться, какой талант был тех, кто собирал эту коллекцию, сколько труда было вложено. Обязательно сюда нужно прийти, восхититься, удивиться. Дорогие друзья, вот сбылась мечта у меня – побывать не только рядом с паровозом 50-х годов. Посмотрите, какой он скотчный. Сейчас до сих пор есть в России более пяти поездов, которые вот так вот везут вас на паровозной тяге. Карелия, Байкал, Тверская область и вот Екатеринбург. И посмотрите, какая шикарная машина. Да, подготовка поезда. Друзья, мы приехали. Тут никакой ракурс. Поезд наш. Этот состав, конечно, восхищает, потому что, ну, здесь чувствуется история. Друзья, очень приятно, что коллеги и нас с четвертого канала сделали такой прекрасный репортаж. Я вдохновлен, я очень хочу, чтобы вы узнавали больше про путешествия вот именно на поездах, потому что это, ну, вот они меня заряжают какой-то супервитамином, не знаю, С, не С, но они вдохновляют. Нет, я вот вчера просто как летал по впечатлениям вот с этого путешествия. Вот, а что вас впечатлило больше всего? Меня, во-первых, интересно, я общался с другими пассажирами, интересно их мнение было. Конечно, не все знают, что старт именно поезда, именно паровоза начинается не в Екатеринбурге. Вы из Екатеринбурга стартуете на ретро-поезде, ретро-состав такой красивый, который, ну, лет 10 назад они еще путешествовали. А приезжаете на станцию Швакеш, там у вас и маленькое путешествие в 19 век. Вы оказываетесь на старинной станции, где играет живая музыка, можно примерить фуражку руководителя вокзала и просто выпить на чашечку кофе. Ну, и как раз в этот момент к этой станции многие сбегаются, чтобы увидеть, как формируется этот состав с паровозом. И уже дальнейшее путешествие с паровозом составит 15 минут. То есть многим, с кем я общался, говорили, что хотелось бы немного побольше времени именно в паровозе провести, потому что пока вы едете, вы видите этот вот дымок, который проходит через весь состав, когда вы смотрите в окно. Ну, вот 15 минут тоже, это 15 минут какое-то вот такое счастье получается. И вы оказываетесь в Пышме. В Пышме многих есть возможность посетить знаменитый музей военной техники. Сейчас он уже не просто военной техники, а транспортного машиностроения, там самолеты, там ракеты. И, конечно, воодушевляет именно талант тех людей, которые это делают. Это просто героический труд. Ну, а я выбрал путешествие именно культурное. Есть в Пышме очень любопытный книжный магазин, возможно, вы про него слышали, называются «Другие измерения». И там есть кофейня. То есть Пышма – это такой город 21 века, там правда интересно побывать. И для многих это кажется просто город-спутник, да? Но, по большому счету, это место, куда можно съездить на выходные и получить какие-то новые эмоции. Поэтому интересуемся, ищем вот такие поезда, потому что они станут изюминкой вашего путешествия. Наверное, одни из самых лучших фотографий, которые вы будете сделать, это вот рядышком с этим поездом. Я приглашаю всех. И, конечно, не только в России такие есть поезда, еще и за границей можно найти, и это может даже стать частью вашего путешествия. В Южной Африке у меня коллега ездила по Южной Африке на таком поезде, ну и в другие страны. А вот такое путешествие, оно будет интересно и взрослым, и детям? Мне кажется, да. Потому что детям это интересно, потому что они такого просто где-то в книжках видели, я думаю, читали детские сказки, что там, конечно, такой паровоз. Ну, я фанат песни «Паровозик из Ромашкина», например. «Поле большое». Ну и вот как раз «Паровозик из Ромашкина» меня вдохновил, потому что я этот мультик знаю наизусть. Да, ну и в целом детские игрушки, вот «Паровозики». И здесь это все в реальном масштабе. Увидеть можно, потрогать, пощупать. Пожалуйста, ведь насколько это все сложно, потому что у этого паровоза дым идет не из одного места, а просто из десятка мест. И ты понимаешь, какой это сложный инструмент, как его сложно обслуживать. Ну и я думаю, что вот сейчас, например, из Екатеринбурга новость, что появятся рейсы из Екатеринбурга в Кострому. Любопытно. И почему я про это рассказываю? Потому что они будут осуществляться, скорее всего, на советском самолете Ан-26. Для тех, кто мечтает побывать на самолете, именно который летает, а не просто музейный экспонат, в советскую эпоху, увлекается Ил, Ту, вот эта возможность прям реально, 5000 рублей вы оказываетесь в Костроме и полетите на практически музейной редкости сейчас самолет Ан-26. Безопасный. Спасибо большое. Будем ждать новых новостей, новых направлений и, конечно, новых эмоций, впечатлений, с которыми вы с нами поделитесь. У нас в гостях был путешественник, менеджер турфирмы Дмитрий Денгольц. Спасибо, друзья. До новых путешествий.